Всем привет! С вами канал Дизайн Интерьера и сегодня мы вам покажем прикольную трансформацию московской квартиры от дизайнера Черкова Дениса. А перед обзором я хотела пригласить вас завтра, 31 марта, на прямой эфир бренда Lauffen с именитым зарубежным дизайнером Патрисией Куркиолой. Патрисия известна своими яркими проектами для мировых брендов и нестандартным взглядом на повседневные вещи. В эфире она поделится своим творческим опытом, расскажет о будущих трендах в дизайне, откроет секрет, как можно сочетать различные материалы в интерьере и ответит на вопросы зрителей. Эфир пройдет 31 марта в 13.00 по московскому времени на YouTube-канале Lauffen Bufferums. Ссылочку я оставлю в описании. А теперь к обзору! Всем привет! Меня зовут Денис Черков. Я хочу вам показать наш законченный объект. Это апартаменты 29 квадратных метров. Так как это крайний этаж и высота потолка здесь 3 метра 70 сантиметров, что позволило нам увеличить общую площадь квартиры на 12 квадратных метров. Получив все вводные данные от заказчика, мы поняли, что этот апартамент будет сдаваться в аренду. Заказчик хотел, чтобы просто было все в современном стиле. Так как район развивающийся, они думают, что здесь все-таки будут жить молодые люди, площадь небольшая. Была задача основная сделать все функционально и красиво. Когда мы зашли на данный объект, мы имели все, что сдает застройщик. Это бетонные стены, были выведены батареи, точки доступа к коммуникациям. Площадь здесь прямоугольная, вытянутая, что позволило нам сделать второй этаж. На 29 квадратных метрах мы разместили гардеробную комнату, полноценный санузел, кухню-гостиную, спальню с рабочим местом. Можно сказать, что это кабинет. По стилистике данного объекта хотелось все-таки сделать телеминимализм, чтобы было свободное пространство, но не было ущемления для бытовой жизни человека, который будет здесь жить. За основу мы взяли черный цвет, хотя и многие считают, что черный цвет съедает пространство. Но это все-таки не так. Это более комфортное пространство, в котором вам очень удобно жить. У вас не устают глаза, и вы очень спокойно себя чувствуете. Мы использовали обычную фанеру, это березовая фанера, которую мы напилили в красивую сетку и сделали вместо стеновых панелей. Это решение мы применили также и на втором этаже, где у нас находится зона спальни и кабинета. За основу мы взяли три цветовых решения. Это черный, серый и бежевый. Бежевый цвет – это стеновые панели из фанеры, столешница на кухне и барная стойка. Также диван и лестница на второй этаж. Черный цвет – это у нас стены. И серый цвет – кухонный гарнитур, пол и световое решение – светильники. Бюджет данного объекта составил 1 миллион 600 тысяч рублей. Площадь небольшая, и нам нужно было сделать все функционально. Так мы сделали лестницу. Под ней находятся места для хранения, и она не занимает много места, так как мы ее вмонтировали в гардеробную комнату. И визуально пространство не уменьшилось. Давайте я вам расскажу о кухне. Что у нас есть? У нас есть вытяжка, у нас есть варочная панель, духовка, посудомойка. Присутствует встроенный холодильник. Также мы отказались от верхних шкафов на кухне, чтобы повесить сюда большую 65-ю диагональ. Переходим к нашей барной стойке. Это та же столешница, что мы использовали и на кухне. Мы сварили каркас и сделали декоративные рейки из лиственницы. Также мы сделали такое нестандартное решение. Мы развернули конвекторы отопления под барной стойкой, чтобы холодными зимними вечерами, сидя за столом, у вас ноги всегда были в тепле. Панорамные окна – это много света в квартире. Это очень красиво и прекрасный вид за окном. Здесь мы применили такое решение, как умный дом от компании Xiaomi. Это полностью управление светом, это умные розетки, сигнализация на входной группе. И все управление домом находится в вашем телефоне. Такое решение, как гардеробная комната, есть даже не во всех больших квартирах, но мы разместили ее на 29 квадратных метрах. Ванная комната. Что мы имеем? Мы имеем стационарную дышевую кабину, унитаз, стиральная машинка. Что еще можно о ней сказать? Она просто прекрасна. Вот мы и перешли к фишке нашей квартиры. Это спальня на втором этаже. У нас полноценная кровать, которую мы тоже, кстати, собрали сами. Сделали эффект парящей кровати. У нас есть рабочее место. Также есть места для хранения. Когда мы зашли в квартиру, это была площадь 29 квадратных метров. Когда мы закончили, площадь стала 43 квадратных метра. Заказчик доволен. Мы добились желаемого результата. Увидимся на новых объектах. С вами был Денис. До встречи. Надеюсь, вам понравился обзор. Заходите в инстаграм Дениса и не забывайте про наш. И не забудьте посмотреть прямую трансляцию. Ссылочка в описании. Не забывайте про лайки, чтобы сохранить данное видео в понравившихся. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До новых встреч. Пока-пока.